Всех приветствую, друзья! Устраивайтесь удобненько, потому что сегодня в этой серии будет долгожданная осада Долгулдура. Мы прошли большой путь от атак на крепости и поселения Рохана, осаду Хельмовой Пади Эдароса, до вторжения в Гондор, где мы захватили дол Амрад, потом сражались за Пеларгир, за Минас Тирит с Мордором, вторглись в Харат. И затем все это привело нас через уничтожение Барадура к последнему оплоту Черного Властелина, к долгулдуру. И настал тот момент, когда я объявлю бой этому поселению. Здесь нас ждет просто эпичное количество самых элитных из доступных для Мордора войск. С нашей стороны тоже почти три стека. Это так, чтобы наверняка одержать победу. Помним, здесь уникальная архитектура, но не все так просто. Помнится мне, в Гондорской кампании нам пришлось чуть ли не живой силой вычищать Мордорцев, потому что осадные орудия не совсем эффективны были против вражьих стрелков. Но сейчас мы посмотрим, что у нас получится. Разместим катапульты как можно подальше. У врага тотальное преимущество. По высоте. И можно даже попробовать разбить врага здесь. Или как в Гондорской кампании, попробовать здесь разбить врага. В общем, сейчас что-то будем придумывать. Так, наши баллисточки разместим чуть ниже. Лучников, которые может быть нам пригодятся, а может и не пригодятся, разместим тоже пониже. Пехоту разделим на две категории. Ах, я готов! Так, ну начинаем обстрел. Помним, если разрушим вот эти два участка стены, то все, что находится на ней, умрет. Врагов на других стенах нет. Хороший вроде бы знак. И у меня есть хитрый план про то, как можно слить один отряд баллист. Попробуем расставить баллисты здесь, подвести их сюда и обстрелять вот этот вот участок. Надеюсь, мне моих катапульт хватит, чтобы пробить брешь. Но если что, будут работать и баллисты. Это первые вражи лучники, которых я хочу уничтожить. Тут еще и спешеные черные нуменорцы засветились. Если они не успеют отсюда уйти, то всем им смерть. Да! Отлично! Сколько это у нас? 8% врагов убили. И теперь главное доразрушать эти постройки, чтобы был обрежь, через которую мы пройдем. Ворота даже вскрывать не буду. Смысла в этом нет. Само собой, враг будет огрызаться. Может даже имеет смысл закидывать их огненными снарядами. Снарядами. Все. Разбили. Я не знаю, будет ли враг размещать здесь своих стрелков. Но если он только посмеет это сделать. Я на всякий случай отведу свои катапульты вот сюда, пока что. Чтобы потом разбить точно так же и вот этот вот участок. И если надо, вот этот участок стены тоже. Ползем мы, наверное, воинов наших тоже сюда. Стрелкам очень удобно будет и отсюда тоже открывать огонь по врагу. Хотя у врага немало лучников. И они проявят себя. У них малейшая возможность это сделать. Я бы сделал еще третий ярус долгулдору. Где можно было бы держать оборону. И вообще было бы прекрасно. Не крепость, а заглядение. Так, ну что. В принципе, шестерочка. И ждем. Ждем наши балисты. Стоять. Разомкнуться. И давайте сюда. Потому что сейчас вы подвергнетесь жесточайшему обстрелу. Со стороны врага. Или можно... В общем-то... Не бежать туда. А, к примеру, выстроиться здесь. И открыть огонь. Хотя мне даже тяжело предположить, как лучше. Может быть, мне даже было бы удобнее скрыться. То есть, сомкнуть строй. И все-таки попытаться выстроиться на этом пяточке, чтобы были прямые стрелы. А ну, сомкнуть строй. И попытаемся таки выставиться. Убейте парочку у рук. Чтобы потом пехоте легче было... Штурмовать. А... Понятно. Здесь не тупое мясо, которое будет терпеть. Хорошо. Тогда мы отойдем. Даже попробуем выманить их. Гадости. А ну, развернуть. Ого! Смятку. Так, глядишь, и мы разрушим катапульты. И даже с еще большей вероятностью. Так, вот тебе. Гадинка, нечего по нам стрелять. Ну, расстреливать Алакхай, наверное, бесполезная затея. Их лучше разбить в ближнем бою. Одну катапульту разбили. А что так мимо? Нам их две. Две баллисты разбили. А ну-ка, давайте наверх. Вот так вот выстроитесь. И отсюда будете вести бой. Второй отряд спешит на помощь. Сюда и ударим в спину. А лучников тогда возвращаем на старую позицию. И можно подводить следующий отряд по чуть-чуть. Баллист. Сюда можно было бы даже катапульты закинуть. И попробовать вести огонь. Но сначала баллистами нужно уничтожить вражью катапульты. И посмотреть, насколько эффективно будут лучники атаковать меня. Разворачиваемся. И будут ли катапульты стрелять. Держимся, держимся, сейчас. Быстро, 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 быстро. И бьем в спину. Продолжение следует... Продолжение следует... Поехали. Поехали. Держимся, держимся. или давайте по урокам по живой силе противника урон до чего-то трудности есть с убиением а лакхай подойти еще ближе теперь можете стрелять проверим есть ли результат да небольшой результат есть он только одна смерть это мало это будет немало если вы атакуете а лакхай и убьете к примеру часть троллей потому что эти ребята настолько усердно трудятся убивая моих воинов что вот уже второй отряд начинает перемалывать их жалко я с собой рубак не взял чем бегаете чтобы мне тяжело было по вам попадать так одного завалили второй тоже гибнет осталось еще восемь таких же подползаем наверх ну а пока баллисты таки убивают эти два отряда которые не дают нам напасть они просто разметают здесь всех и результативности никакой не будет так лучников значит подводим и по чуть-чуть остальные тоже отряды баллист катапульты я даже не знаю можно попробовать тоже с пятеро значит мы добьем сколько мы здесь уроков убили 30 вернемся в мясорубку четверо трое последний можно посчитать два отряда перемолол даже два с половиной отряда перемолол один отряд лакхай так что это очень эффективная сдерживающая сила особенно они хорошо ломают строй не позволяют эффективно чарджить бить с натиском и если их пустить вперед а за ними вслед пехоту к примеру тех же уроков то я думаю их убойная сила будет просто чертовски большой они сломают строй а у руки разберут по частям сколько тут мертвых алакхай ну а пока баллиста тоже справилась неплохо четверых троллей завалила лучники потеряли 30 убили 50 жду последних выстрелов от своих баллист и буду заменять их ну что есть там последний выстрел все и это все так отведем сами баллисты чтобы не мешали не 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 взялись нечего оставлять и понесли ничего мусорить убираем за собой и наверное отряд лучников тоже куда-то поближе подведем вы можете и даже сюда отвести мне без разницы пусть враг пытается отстреливать лишь бы они не мешали основным моим силам мы тут выстрелили такую плеш половину отряда уничтожили уроков осталось 84 молодцы хорошо справились лучники так будете работать будет неплохая результативность мне кажется что вместе с баллистами мы сможем расчистить себе дорогу это будет не короткий путь к победе это явно ну рашить сейчас не уничтожив а лака и вот эти вот сдерживающие массы очень опасно что за могучая кучка кинуть бы туда сейчас снарядик давайте заползаем заползаем втягиваемся еще с десяток рука впал и и ну что разворачивайтесь как-то вот так вот хотя бы и давайте огонь вон туда сейчас посмотрим главное чтобы зубцы не задевали все можно отводить лучников на их место новый отряд не задевают уничтожают как насчет троллей эти ребята могут уступить место как в общем то и лучники тоже могут бежать с поля боя один выстрел нет это неэффективно повыше расположитесь или стреляйте дальше так вот роли не убьете а ну давайте сюда на самую верхушку и сразу на замену под подводим следующий отряд теперь разворачивайтесь и надеюсь не будете попадать куда не нужно вас как бы так выстроить вот так вот впритык к стеночке так чтобы вам лица их видно было ой хорошо попадаем сейчас как-то с ними разберемся дилда тут огромная стоит убить его еще минус один тролль теперь нас и задерживать никому ах тролли осталось только двое но мы можем по ним и случайно попасть уничтожая уруков телохранителей давайте достреляем сразу почти по 4 убиваем а если перенаправим стрельбу сюда может так будет эффективнее это чё такое чё так мимо куда поползли чего тут хотите стоять стоять что за наглость расстрелять их сейчас тут нашим баллистам сопротивляться буду там у вас обстреляю уроков бить не будем а что все ладно берете баллисты отводите их в сторону уводим уводим нашим осадное орудие и раз уроки вышли какое поражение вы о чем отвезти оружие вы на их место ладно постражаются лучники в этом не вижу ничего страшного так или иначе 21 процент врагов повержен уже хорошая статистика заставили врага выбежать будем с ними сражаться и теперь можете бежать а те кто мне нужен был идут в качестве подкрепления здесь мы врага зажали с двух сторон и ударив спину разобьем точно так же как и здесь а ну организуйте удар с фланга вы давайте вот этих в спину а вы вот этих а то уж больно они хорошо себя чувствуют что тут у меня происходит съедаемых или не съедаем конечно по числу больше и они посильнее будут моих охотников но еще эти выбежали что же он не стоится а ну сюда потом развернемся и будем расстреливать их 110 и верят свою победу да у руки здесь себя как-то более более сильной позиции пока ой-ой-ой-ой-ой там еще 200 да они нас оттесняют просто убиваем все что можем а также ведем подкрепление а ну попробуем спину нечего зажалеть стрелков сейчас не время для жалости сейчас самое время для убийства я так понял тут застряли наши ребята ухухухухух какие силы повалили хорошо получается атаковать баллистами задержать еще 160 уроков не внутри так снаружи мы вас расстреляем последнего что ли такой или у рука гада доедаем развернуться держать позиции пока идут наши новое подкрепление 14 на 34 так смотрите нам и сил не хватит так что зря я лучников отпускал это кто такие зачем уходите атаковать врага извольте и вы тоже расстреляете противника куда скрываетесь от расплаты не уйдете нет таки ушли тогда наверх и отсюда будете расстреливать врага телохранители сюда пожаловали давайте вот в это скупище отступают чтобы ударить с натиском вот хитрые 16 процентов на 38 но не забываем у меня то войска считаются с подкреплениями так что враг пытается выровнять соотношение сил наши баллисты работают как могут так три отряда уже бегут это что все враг рубаки подходят то что надо можем заводить их внутрь и новые силы можно даже использовать вот этих парней давайте по вот этим или даже по вот этим может быть удастся убить вражеского предводителя а что у нас еще есть тяжелая пехота в бой и и и и и и и 17 на 41 уже 50 почти половину врагов уничтожили тем не менее соотношение сил не выравнивается никак в нашу сторону о хочу тут наших скорчали уроки с алибардами пожаловали сюда-сюда друзья так теперь можете бежать с последним выстрел сделаете и давайте дуйте отсюда пора подводить нашу тяжелую пехотку поближе ту которая в бою еще не задействована расстрелять их можем зайти ударить спину но тут еще целое полчища вражьих лучников даже уже не знаю кого расстреливать нет не спешите не спешите давайте сначала обстреляем так те лучники что наверху были от стрелялись почти моя пехота хорошо стоит арбалетчики это получше не будет никакого поражения только победа асма и снага выпустят по 200 снарядов до всех этих уроков пустят так ничего нам стоять а ну давайте ударьте еще и вы конечно и по нашим бьет прекратить обратили наших в бегство шутники снага в атаку чё сюда вылезли у руки с алибардами раздавить их а а Лучники в сторону Тут что пострелять больше не в кого Сомневаюсь что это так Уруков сейчас перемолотим с двух сторон Человхранителей добьем И выходящих тварей расстреляем Да что же выживучие это такие Так за врагом не бежать Заходим внутрь поселения И лучники сюда Все вражеский полководец погиб Я так понимаю мы зачистили Эту территорию Теперь можем отправляться и добивать Остатки противника Сначала вот этих вот разобьем Все мне больше не нужны выстрелы баллист Разве что я попробую завести сюда баллист Нет мы расстреляем врага Расстреляем его В сторону Ой сколько тут Разного рода паразитов Опять же где вы тут увидели поражение Отступить Расстрелять Можно даже угненными стрелами Чтобы я видел кто мрет И арбалетчиков сюда Хотя даже можно хитро поступить наверх И отсюда обстреливать вот эту всю Братью вражескую И то же самое провести с другими нашими воинами Отряд катапульт сюда подвести тоже вплотную И расстреливать противника Куда вы сюда я сказал И не ввязывайтесь в сражение Ну или хотя бы Вот так вот встаньте Стоять стрелять И тяжелую пехотку сюда завести Чтобы в спину лучникам и рукам ударить Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот где эпичное столкновение Накрываем врага выстрелами Продолжение следует... Тут еще куча лучников Обходим И вы тоже давайте... Активненько... Нет, наверное... Пусть таки стреляют... А ну попробуйте... Продолжение следует... Пики сомкнули. Может так сможете кого-то убить могут так дело пойдет быстрее кто-то у меня тут без дела стоит это мои арбалетчики их надо выстроить вот сюда мешались попробуйте подняться вверх 24 на 70 нет не попадет какая-то странная у меня была мечта по поводу того чтобы обстрелять все хватит хватит атаковать разве что вот сюда завести впритык по ним отправлять снаряды а а а а а а а опять со своим поражением тут его просто не может быть учитывая сколько сил я бросил я понимаю что я потратил очень много своих отрядов уже а вот это другое дело враг частично сломлен проглотили как хорошо осталось только 20 процентов сил врага теперь идем добиваем и будем взламывать то что наверху есть а ну быстро сюда так вы даже не смейте стрелять вы давайте вот сюда или попробуем выставить вот так вот своих вообще в наглую когда-то у нас это прокатывало здесь мы всех раздавили быстро ему руки мешают так разбейте их наш кто-то с ними сражается быстро-быстро-быстро-быстро быстро-быстро быстро-быстро разбили молодцы теперь расстрелять лучников атаку не уступите место баллиста даже можете отойти да и катапульты сюда тащить тоже не стану побежали а чего это вы побежали а ну давайте по хорошей огненной стреле туда лучников подведем сюда я хочу наблюдать за этим зрелищем ну-ка стрелять никто и не собирался понятно затаскиваем их на площадь вроде же можете теперь а на площадь почему-то баллисты идти не могут нет 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 давайте сюда не туда ползете сюда 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 повыше повыше и в эту плотную массу а а и и и и и и и но уже где ваши выстрелы у меня быстрее арбалетчики лучники это все дело расстреляют чем вы нечет как-то не катит не работает система повыше тогда зайдите может тогда система исправится о ну нет система не работает а чего а может я выбираю слишком ближние объекты ну на кого же мне тогда направлять то чтобы вы стреляли ну идиоты вас нужно сюда оставить куда-то чтобы от вас был толк ладно понятно уходите нафиг отсюда считаете что попали в немилость от снага будет больше толку расстрелять их браво вы хотите сражаться с моими арбалетчиками все вперед вторая армия осталось для подкрепления и закончим эту бойню потому что нам уже давно пора побеждать стоять да мы тут потеряем тысячи четыре наверное где-то около трех если у нас три полных стека каждый по 3000 мы потеряли треть но враг держит долгу лдур упорство орков можно позавидовать хотя мы не использовали всю мощь наших осадных вот в кого вы сейчас стреляете кого вы там пытаетесь лупить хватит кто-то есть серьезно еще внизу с кем тут бой не закончен кто-то застрял достаньте вы разберитесь не стойте не смотрите на них атакуете и разбейте последнюю шестидесятку врага оформите нашу победу красивая окончательно да завершить эту эпичную битву две тысячи четыреста воинов полягло выставлено было пять тысяч четыреста три тысячи двести было в гарнизоне защитников и практически все они погибли надо посмотреть кто у нас нанес больше всего потерь пехота у рукой 239 323 лучники у рукой 227 это самые большие цифры на этот раз пехота у рукой справилась лучше остальных и мы взяли вторую столицу мордора считайте отрубили еще одну голову этой гидры плюс три командования но на этом борьба с мордором далеко не закончена вопрос остается открыт будут ли теперь где-то появляться наскул оставляем там только небольшую охрану объедините еще один отряд можно отправить объединить до смогли пехоту тоже смогли объединить так вот черной армии взяли идти на остин гиль или идти на росгобел там чертоги биорна и там очень очень много вражеских войск наверное таки пойдем на остин гиль но вот эти армии нужно объединить и они будут помогать сражаться замечательно друзья взяли долгу дур но это не последняя осада на этом 154 ходу еще осталось последнее прибежище эльфов карас голодоне этим мы займемся в следующей серии удачи вам и хорошего настроения